Рядом со мной Сергей Гец. Это спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Сергей. Добрый день, коллеги. Всем привет. Рад вас видеть. Хочется узнать, откуда вы к нам прибыли? Я приехал, к сожалению, не из такого солнечного, как Москва-города. Я приехал из Петербурга. У нас чуть пасмурно, но коллеги передают, что я немножко солнышко уже украл у вас. Это замечательно. Скажите, пожалуйста, какая тема поднимается у вас в вашей бизнес-сессии? Меня пригласили рассказать сегодня о важном маркетинговом инструменте при разработке маркетинговых стратегий и коммуникационных стратегий. Это так называемая технология Jobs to be done. То есть какую работу необходимо выполнить бренду, чтобы пользователь был счастлив, чуть-чуть счастливее, чем вчера. Это очень интересная тема и самое главное, я так понимаю, она всеобъемлющая. Получается, нет какого-то одного алгоритма, что конкретно всем игрокам нужно сделать по пунктам, чтобы был клиент счастлив. Скажите, какие вот алгоритмы нужно пройти, чтобы какая-то конкретная компания получила нужный результат? Есть несколько аспектов, чтобы не растягивать надолго. Я расскажу коротко о главных. Во-первых, не нужно бежать за тем, чтобы узнать максимум о своем пользователе. Это не совсем корректная логика. Технически условным фейсбуком женщина 45 лет из Америки и 20-летний тинейджер из России пользуются абсолютно идентично. Они грузят туда фоточки и рассказывают о том, как у них прошел день. Технически ничего не меняется, хотя очень разные портреты. Однако проблему, которая возникает у пользователя, они решают одинаково, где поделиться фотографиями и новостями своего дня. Это первый момент. А второй момент, который критично важно понимать, это что Jobs to be Done – это технология, которая создает для пользователя точку радости, а не боли, как большая часть маркетинга. То есть это «как мне стать чуть счастливее, наняв другую компанию?» И в этой логике появляется новое прочтение конкуренции. Потому что условно у сайта Drill.ru конкуренты не саморезы.ru, как многие думают, а по факту… Простите, любые… Молотки.ru Так если бы. Лучший друг жены или сайта Profi.ru? Потому что дрель нужна не для того, чтобы она была, а чтобы полка наконец-то повесилась, а брак стал крепче. Тонко, психологично, современно. Спасибо. Давайте немножко тогда каких-то еще подводных камней, потому что мы понимаем, тема, наверное, не изучена всеми игроками рынка. И вот, может быть, вы меня поправите. Может быть, это все-таки история, которая уже давно известна и нам, и вообще России, и в мире? Или все-таки это какая-то новая такая история, новая отрасль, которая появилась недавно совсем? Технически Jobs to be Done – штука достаточно старая. Шестой десяток уже эту историю обсуждают, изучают, описывают. Есть куча исследователей, которые разбирают поведенческие модели, которые влияют на принятие тех или иных решений. Но главная, наверное, задача, которая во всем этом крутится, и самое главное, что мы, допустим, как профессионалы рынка пытаемся привнести, это умение грамотно работать с пользователем, а не пытаться впарить продукт всем на свете. Технически, если мы говорим, допустим, на уровне прод-экспо, когда мы говорим про продукты питания, люди выбирают упаковки на уровне золотой полки, просмотр буквы «Ф» английской. И есть еще такой классный нюанс – решает ли продукция на уровне упаковки проблема пользователя. И есть идеальный пример – это молоко «Пармалат», в котором так и написано «молоко для кофе». Люди приходят и говорят, мне нужно молоко, чтобы в кофе его добавлять утром, и чтобы я с утра выпил кофе с молоком, и мне было хорошо. Вот у него такая задача. Это молоко абсолютно такое же, как другое, но оно сразу решает его задачу, поэтому выбирается именно оно. Абсолютно такое же. Я вам больше того скажу. Есть специальное молоко для капучино, у которого характеристики хуже, чем у другого молока. Обычного, да, чтобы спенить его как следует, но молоко для капучино, люди говорят, капучино, я пью капучино, мне вот это молоко. И люди реально тарят, он в два раза дороже, разумеется. Разумеется. Не знаю, насколько можно говорить такие слова на ProDexpo, но абсолютно все мужчины не понимают, как мыло для интимной гигиены может стоить в 10 раз дороже простого мыла, хотя состав абсолютно идентичен. Да, абсолютно верно. Но при этом при всем мужчины не очень понимают, как могут бритвенные станки стоить миллионы, но мы их все равно меняем по факту. Очень интересная тема и, наверное, хочется пожелать вам удачи, чтобы ваше исследование и ваша экспертиза давала правильный экспириенс. Мы становились чуть радостнее и счастливее. И, может быть, какие-то интересные финальные слова на пусты и всему рынку от вас. Главное, что хочу сказать, старайтесь думать о том, кто ваш потребитель и как сделать его немножко счастливее. Если вы сделаете потребителя немножко счастливее, он сам придет и отдаст вам все свои деньги. Спасибо. 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 Спасибо.